Всем тихой ночи. В голосовании и в комментариях за темы из мира SCP, который мы будем разбирать. В напряженной битве победил сорванный маскарад. Он обошел даже польский союз аномального грибничества. А это что-то да значит. Значит это, что этот ролик будет про еще один параллельный мир из мультивселенной SCP, который отличается от основного мира тем, что как это понятно из самого названия, все тайное стало явным. Как мы знаем, база данных SCP это общая для всех миров мультивселенной сущность. И на момент написания этого сценария из мира сорванного маскарада в нее внесено 8 SCP-объектов. Один из них это, например, SCP-3241. Огромный корабль, который фонд нанял для перевозки сверхъестественных грузов. По неизвестной причине он сначала пропал, а затем появился, но уже буквально пропитанный всякой нечистью. Главное, что бросается в глаза это то, что событие это широко обсуждается всем миром. В мире этом сотрудники SCP ходят на всяческие телевизионные шоу, где рассказывают о новых монстрах и аномалиях. Также они общаются с людьми на форуме на официальном сайте SCP. А из SCP-4720 мы узнаем, что во вселенной сорванного маскарада фонд проводит целые информационные кампании, призванные повысить готовность обычных людей при встрече с потусторонними сущностями и объяснить их природу. Вот в SCP-5350 фонд выпускает брошюры, объясняющие, как справиться со страшной аномальной болезнью, из-за которой у человека по всему телу начинают вырастать глаза. Но в основном эту часть мультиверса SCP раскрывают не в объектах и в рассказах, большинство из которых, разумеется, не переведено. Из них мы узнаем, что люди, обладающие сверхъестественными способностями, устраивают целые представления. Пронырливые журналисты пытаются узнать тайны длани змея и пятой церкви, а также вовсю обсуждают самые разные явления, которые в других мирах скрываются от общественности тайными организациями. На каналах про путешествия начинают выходить передачи о том, как попасть в те или иные места, пропитанные мистикой. А некоторые виды аномальной активности вообще перестали считаться чем-то необычным. Например, в SCP-2023X описывается гимнастка, которая могла исполнять определенный набор движений, вызывавший искажение реальности. Под давлением общественности её способность к таким магическим танцам была признана совершенно нормальной вещью. Теперь она живёт как обычный человек, и потому объект получил приставку EX, то есть EXPLAINED, объяснённый в рамках текущих представлений о нормальном. То, что в других SCP-мирах считается кинезио-угрозами, в этом признаётся современным модным танцем. В мире сорванного маскарада многие тайные организации вместо того, чтобы прятаться в тенях, резко сменили направление своей деятельности. Одни расклеивают на улице агитационные постеры, в которых рассказывают о важности своей работы и привлекательности служения своему мрачному божеству. Другие проводят публичные встречи с политиками, а SCP так вообще начал оказывать разные услуги, например, защита от иномирных монстров. Дело в том, что в обычной реальности SCP у организации было множество фирм-прикрытия, которые в мире сорванного маскарада стали чем-то вроде клиентских офисов SCP, в которые может прийти любой желающий и сообщить об аномалии или заказать какую-то услугу, например, застраховаться от нападения саркицистических чудовищ. В объекте SCP-3787 упоминается одна из организаций прикрытий фонда, которая занимается аномальными животными, а уже в SCP-3739, который из мира сорванного маскарада, эта фирма продаёт молоко, выпив которое можно начать видеть картинки прямо из ноосферы. Её главная задача – это не допускать на рынок аномальных товаров других производителей, таких как тот же Dada или Фабрику. И это имеет смысл в мире, где во всех странах совершенно открыто начали появляться рестораны под вывеской Ambrose, предлагающие своим посетителям буквально отведать невозможное на вкус. А да-да, ну для Dada, впрочем, ничего и не поменялось. Аномальные товары от SCP, по крайней мере, проверены и точно являются безопасными. Чего не скажешь о всём том, что создают другие участники этого рынка. Потеря секретности имела для фонда и более негативные последствия. Например, был запущен хэштег «Штурмуем Зону-19», и все войны интернета начали готовиться к походу на эту базу SCP, для того, чтобы освободить томящиеся там аномалии. Довольно забавная отсылка на то странное событие из реальной жизни, когда куча людей решила устроить флэшмоб, заключающийся в походе к Зоне 51, в которой, по множеству конспирологических теорий, американские власти держат пришельцев. Прошли протесты против содержания SCP-1309, маленького города, который существует в зацикленном отрезке времени, между 1920 и 1928 годом. Протестующие требовали возможности для жителей, пойманных в этой временной петле, свободно общаться со внешним миром. И все это мир сорванного маскарада, который стал таковым после большого нарушения условий содержания в Северной Корее, после которого что-либо скрывать оказалось абсолютно бессмысленным делом. Но что же такое случилось в этой закрытой стране? В один прекрасный день поднялся сильный ветер, который превратился в сильнейший шторм, не просто сдувавший людей из здания, но вырывающий целый кусок реальности из бытия, что вызвало огромные разрушения. В некоторых рассказах это описывается как пропажа этой страны целиком. Какое-то время все это пытались представить как просто стихийное бедствие. Тем более, что информации из этой закрытой страны в мир проникает не так много. Но на этот раз фонду не удалось скрыть природу явления. Параллельно произошла большая утечка данных. А общественности стали доступны документы, в которых много раз упоминается фонд SCP, совместно с описанием аномальной природы событий в Корее. Что конкретно произошло, прямо нигде не написано. Но единственная вещь, которая хранится фондом Северной Кореи, это SCP-1427, колонна подавления. Возможно, фонд нашел способ ее уничтожить, и это привело к таким последствиям. А может, она и сама решила аннигилироваться? Потому что, почему бы и нет? Международное сообщество довольно быстро отреагировало на это безобразие. Сразу был разогнан комитет по этике SCP, и вместо него при ООН был создан комитет по этичному содержанию объектов, чему несказанно был Рад Гог, который имеет в ООН существенное влияние. Однако, вскоре люди из этой организации поняли, с чем на самом деле имеют дело, и вернули прежнюю систему руководства в SCP. Заседания важных людей в этом международном органе не прошли даром. В итоге работы этого нового комитета, многие SCP-объекты были освобождены. Например, SCP-2118 «Потерянное дитя», аномальная особенность которой была в том, что она может разговаривать голосами погибших или пропавших детей. Или женщина из SCP-2091, которая храняет статуи медведя, оживающая, когда хозяйке грозит опасность, и многие другие, не представляющие очевидной опасности человекоподобные существа. Кроме этого, условия содержания тех, кто остался в камерах, были существенно улучшены. Но так ли всё просто? Ведь раньше у фонда были и более крупные утечки информации и нарушения условий содержания. Но с ними он элементарно справлялся. А тут событие, конечно, крупное, но это и не побег, например, гигантского ящера, и не нападение гигантских монстров из плоти, и даже не битва божеств бездны, уничтожившая целый город. Это просто ураган с необычными спецэффектами, да ещё и в закрытой стране. А уж утечка документов, в которых написано, что есть некий секретный фонд, который заведует всеми аномалиями, так это вообще звучит смешно. Мало ли разных поехавших вокруг? Вот в то, что вокруг Земли летают космические корабли во главе с ПТАГом. А ещё и вот с этим подозрительно знакомым парнем люди почему-то не верят. А они тоже какие-то там документы публикуют. Вы же не верите в ПТАГа, я надеюсь. Из рассказов у меня сложилось такое впечатление, что фонд сам охотно пошёл на контакт, демонстрируя аномальные явления. Некоторая идея о том, что произошло на самом деле, даёт нам серия рассказов про информационное агентство Information Breach, которое расследует ставшую явной деятельность фонда SCP. Дело в том, что сам фонд SCP, в мире, где произошёл сорванный маскарад, несколько отличается от фондов из других миров. В том мире SCP владеет более чем двумя сотнями самых разных компаний, начиная с заводами, производящими бумагу, и заканчивая авиационными гигантами. Короче говоря, является действительно серьёзной организацией. Все эти компании приносят огромные прибыли, и разумеется, фонд не упускает возможности ещё больше увеличивать свои доходы, используя аномальные явления. Возможно, фонд SCP решил сбросить маски для того, чтобы это не мешало ему создавать свою огромную бизнес-империю. Кстати, сама эта серия статей очень классно написана, в том смысле, что она пропитана духом настоящего расследования. И это действительно качественная псевдодокументалистика, что очень выигрышно смотрится на фоне попыток втиснуть литературный фанфик про великие угрозы, душевное метание героев и организации, тайно управляющие сразу всем миром, в рамке формулы особых условий содержания. В этих рассказах нет всего вот этого. Зато есть множество деталей. Вот, например, скан договора, который теперь заключает фонд SCP с новыми сотрудниками. В том же рассказе нам показан документ, который регламентирует введение амнезиаков. Благодаря этим мелочам и общему тону атмосфера хаба в целом напоминает работу крупной организации, в которой люди лишь винтики, выполняющие свою функцию в огромном корпоративном организме. Что заметно отличается от того собрания совета отличников пятого Б-класса на перемене, решающего, как им лучше написать сочинение на следующем уроке, которым часто изображают фонд SCP многие авторы. Хотя на вкус и цвет, конечно, маркеры разные. В хабе сломанного маскарада вообще на удивление много таких как бы подхабов. Например, кроме этого журналистского расследования есть целая пьеса для игры на сцене, состоящая из двух актов и 12 эпизодов под названием «Демаскет». Или вот довольно большой рассказ про человека из Пятой Церкви и его приключения в резко изменившемся мире. Отдельная тема – это реакция всяческих интернет-сообществ на деятельность SCP. В Ютубе появляется видео, где блогеры обсуждают, чем занимается фонд. На форумах того же Паравоча различные обсуждения обрели куда более предметный характер. Форумные баталии на сайте Парнадзора, кстати, даже переведены. Что хорошо. Короче, хаб сорванного маскарада на удивление проработан до мелочей. И в нём очень мало вот этого вот инфантилизма, когда одна аномалия страшнее другой, и обе стараются уничтожить весь мир. И кто-то там натужно защищает вселенную от конца света. Разумеется, только в минуты, когда отвлекаются от своих душевных терзаний. И главное, в мире сорванного маскарада, когда всем стало известно об аномальном, ничего особенного не произошло. Бюрократы из фонда SCP продолжили перекладывать важные бумаги из одной папки в другую. Любители заговоров придумали новые теории. А у политиков и у журналистов появилось чуть больше новых тем. И лишь телевизионные шоу стали чуть интереснее и безумнее. Потому что, например, посмотреть на бой SCP-173 против неуязвимой рептилии было бы и правда любопытно. И, скорее всего, всё бы так и было, если бы аномальные вещи действительно существовали. И о них бы стало известно. Пока фонд SCP существовал как нечто абсолютно непонятное, то, что содержит неведомое, такого вопроса не стояло. Но когда авторы начали добавлять все эти бесконечные детали, встал вопрос о том, зачем, собственно, всё это скрывать. Этот вопрос, кстати, ломает абсолютное большинство теорий заговора. Ихаб сорванного маскарада показывает, что скрывать-то, собственно, нечего и незачем. Люди просто привыкли к аномалиям вокруг и всё. Общества с экономикой моментально перестроились и начали существовать совместно с ними. Тотальная секретность основного мира SCP. Это довольно гротескная штука, если задуматься. И она есть только потому, что так круче. Она есть только потому, что она есть. Потому что это часть этого жанра. Такие дела. Не забывайте оставлять комментарии за темы из мира SCP, которые мы ещё не разобрали. Как обычно, какая наберёт больше голосов, такую и будем разбирать в одном из следующих видео. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok